Здравствуйте! Это 361-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессиональные, что сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас! Евгений, доброго дня! Олег Брагинский, основатель школы «Траблшутеров», автор 11 видеокурсов, сотни вебинаров, 50 книг и 1000 статей, руководил двумя сотнями проектов в 26 индустриях в 50 стран, один из наиболее просматриваемых людей планеты в сети деловых контактов. Сегодняшний выпуск обязательно понравится дамам, и не только дамам, немалому количеству мужчин, потому что косметика – это универсальные понятия, и мужчинам это тоже не чуждо, не будем сбегать вперед. Олег, что мы понимаем под косметикой? Давайте отдать его определение этому даму. Косметика от древнегреческого «косметикус» – это придающий красивый вид. Это учение и практика о средствах и методах улучшения внешности человека. Правда, уже лет 20 назад появилась косметика и для животных, и средств передвижения, обуви, одежды и так далее. Но косметикой в общем случае называют средства и способы ухода за кожей, волосами, ротовой полостью и ногтями, применяемые с целью улучшения внешности и сокрытия изъянов. Также называют и вещества, и препараты, кремы, и мази, шампуни, и экзеранты, используемые для придания свежести и красоты лицу и телу. Есть еще английский термин – косметология. Это уже раздел медицины, разрабатывающий средства и мероприятия, улучшение тела, посредством маскировки или устранения дефектов кожи, применением инъекций или проведения пластических операций. Слово «косметология» впервые прозвучало в 1867 году во время проведения международной выставки в Париже, где парфюмерия и мыловаренная промышленность впервые выставили продукцию отдельно от фармацевтической. Вскоре симпиоз из парфюмерии и мыловарения превратился в отдельную нишу, которую теперь называют парфюмерно-косметическая промышленность. Каждая страна имеет свой список косметики, закрепленный законодательно. В некоторых странах, например, мыло не относится к косметике, а, например, в России в список косметики входят эфирные масла, используемые в ароматерапии. Кому и для чего в этой жизни вообще нужна косметика? Чаще именно мужчины задают дамам подобный вопрос, подразумевая следующее. Зачем окрашивать части тела в неестественные цвета? При опросе большинство кавалеров признают, что им не нравятся женщины с заметным тональным кремом, накрашенными веками, блестящими жирными губами. Другие представители сильного пола возмущаются тем, как дамы используют духи при походе в кино, театр, при передвижении в общественном транспорте, занятиях спортом. Сами же женщины уверены, что мужчинам не нравятся блеклые серые мыши, а на косметику им наплевать. В сети уже миллионы роликов о шипирующих преображениях. В начале ролика такая мы такая прыщавая девица начинает краситься, и кажется, что ей уже ничего не поможет. Но через несколько минут незаметно перед нами пристает такая красотка, что, понимаешь, косметику не зря придумали, и кому-то она точно может спасти личную жизнь. Хотя, конечно, есть и крайне непривычные подходы. Например, когда азиатки используют специальную замазку, чтобы моделировать носы. Красавица вдруг втыкает в свой нос спицу, снимает замазку телесного цвета, и вдруг оказывается, что у нее был несимпатичный курносый нос. Но она, знаете, так не для слабонервных. Что нам известно о краткой истории косметики, наверное, она насчитывает не одно тысячелетие. Как всегда, вы правы. Многие, говоря о косметике, тоже вспоминают фильмы о Древней Мегипте, ссылаясь на подведение глаз у мужчин, у женщин и мужчин-фараонов темными какими-то кругами. Это не боевой рассказ, а первоначальный способ защиты от злых духов. Игитяне верили, что демоны проникают в груди через глаза, но черные врата должны их отпугнуть. Нанесение на масел на тела в тот период было тоже связано с нежеланием чувствовать зуд и стягивание высыхающей кожи в жарком климате. Кстати, в косметике фараонов было найдено много свинца, который вреден для организма, поэтому, к сожалению, нужно констатировать, что красота в древние века получила слишком много знатных жертв. Древние римляне подводили глаза углем, воском удаляли нежелательные волосы, пемзой отбеливали зубы, ячменной мукой и маслом боролись с нежелательными прыщами. Древние греки красили волосы в золотистый цвет, накладывали на лица тональные кремы белого цвета. В средневековой Европе ценились белые несгорелые лица, а испанские проститутки, наоборот, красили лица в розовый цвет, подчеркивая собственную доступность. Англичанки не ценили косметику, полагая, что она не позволяет влаге испаряться естественным способом и препятствовать нормальному выходу энергии. А вот француженки щегряли красными такими румянами и яркой губной помадой, подчеркивая свою страстность и здоровый вид. Во все времена были как ярые сторонники, так и ненавистники самодекорированием. Впрочем, ничего не меняется до сих пор. Какой простор для типизации в области косметики? Виды типа чего? Начиная с самой косметики, можно выделить. Вот это как раз, наверное, та сфера, в которой я наиболее плаваю, потому что, мне кажется, по-моему, около 200 есть разных видов препаратов. Давайте я попробую хотя бы десятку. Часто говорят о типах составляющих. Это вещества против перхоти, ароматизаторы или отдушки, противомикробные препараты, эмаленты – это смягчители кожи и волос, это антиоксиданты, якобы замедлители старения, это регенераторы – вещества, восстанавливающие кожу, это отбеливатели, которые помогают изменять пигментацию, это ультрафиолетовые фильтры, защищают кожу и поверхности от солнечного излучения, это регуляторы влажности, придают коже естественную желаемую консистенцию, и антистатики – вещества, которые понижают статическое электричество на синтетической одежде и волосах. Правила использования косметики. Самое главное. Давайте перечислять. Давайте пятерку. Первое. Летом крайне желательно защищать кожу от ультрафиолетовых лучей, которые способствуют фотостарению и пигментации. Второе. Желательно выбирать кремы с дозаторами, что снижит вероятность их порчи средства, потому что оно не имеет лишнего контакта с руками, а также позволяет привыкнуть к тем порциям, которые выделяются в объеме. Третье. Преподайте косметику только своего типа кожи, тестируясь два раза в год, желательно в июне и декабре. Дальше. Многоразовые кисти. Многие полагают, что их нужно мыть после каждого использования. Нет, этого делать не нужно. Их можно просто встряхнуть и взбрызнуть антибактериальными средствами. И пятое. Не следует делиться косметикой, даже с подружками или с друзьями, если у вас такие есть, чтобы не подцепить воспаление или даже конъюнктивит. Ошибки, которые снижают эффективность использования косметики или даже могут привести к нанесению вреда посредством ее употребления. Первое. Нанесение крема для лица на кожу век. Там кожа намного тоньше, нежнее, поэтому требует более деликатного ухода. Как правило, есть специальный крем, не используйте универсальный. Второе. Использование косметики чрезмерно долгий срок или через значительный перерыв. К сожалению, в ней могут зависеть опасные бактерии и прочие микроорганизмы. Третье. Это заливать кожу толстым слоем любого препарата. Эффект от этого не станет сильнее, а вот излишки точно создадут непроницаемую пленку на поверхности кожи. Она будет пузыриться, но, в общем, будет не очень приятно. Четвертое. Не стоит слишком часто менять косметику, если текущее вам подходит. Перемены могут привести к чувствительности и раздражительности, особенно кожи. И пятое. Такое немножко противоречивое с предыдущим пунктом, но, тем не менее, не допускайте также и привыкания к одному типу крема. Скоро появится у вас иммунитет, и кожа перестанет реагировать на активные вещества. Косметика – это отрасль, достаточно противоречивая в том смысле, что ее производство, испытания и маркетинг, они обладают рядом негативных последствий. Ну, например, это и воздействие на окружающую среду, и тестирование на животных, известные вещи. В общем, в нормальной косметике масса противников. Что, какие негативные последствия от существования, от массового промышленного производства косметики, ее использования в мире наблюдаются, о которых мы обязаны упомянуть? Евгений, прекрасный вопрос, и очень важно слово «обязанное». Безусловно, практически любое производство наносит непоправимые вреды окружающей среде. Первое. При добыче растительных компонентов вырубаются леса, осужаются реки, что приводит к гибели громадных количеств, непридатных к использованию видов животных и запах растений. Непридатных кавычков. Второе. При увлечении натуральными кисточками и материалами для баночек страдают пушные зверьки и, к сожалению, крупнокосные твари. Третье. Ради стойких запахов истребляют сотни мелких милах и тысячи громадных зверей. Четвертое. При производстве и утилизации косметика загрязняет сточные воды, что приводит к возвращению в природу миллионов тонн жира, которые потом залегают на свалках. Пятое. Безусловно, вездесущая упаковка. Ее становится все больше. Целлофан вокруг картонной коробочки, в которой лежит баночка, это уже стандарт отрасли. Мы выкидываем целлофан, мы выкидываем коробочку, пользуемся баночкой. Кажется, баночки должно было бы хватить, с крышечкой. Все мы пытаемся украсить, расцветить и сделать выделяющимся. Что нужно узнать о технологиях производства косметики и их производителях? Отдельная интересная сфера. Да, интересная, но тут как раз она может быть не очень такая вот сексуальная, я бы сказал. Технология косметики, изготовление, она включает в себя совокупность операций, направленных на формирование потребительских свойств готовой продукции, которая задается специальной рецептурой. Основную массу средств косметики вырабатывают в виде жидких консистенций. Это растворы или неоднородные системы. Ну, какие бывают? Суспензии. Суспензии готовят перемешиванием жидкой среды и взвешенных твердых частиц дисперсной фазы. Это крем, искрабы, зубные пасты. Суспензии готовят перемешиванием, часто предварительно получая сначала пасты, а потом уже делают как раз вот это вот а-ля растворение. Второе – это эмульсии. Это однородная по внешнему виду система из нескольких взаимно нерастворимых жидкостей, одну из которых называют дисперсионной средой, а частицы других жидкостей, которые находятся во взвесе, называют дисперсной фазой. Чаще всего одна вот эта жидкость является водой, а остальные органическими жидкостями условно называемые маслом. Наславь. Всего известно три типа эмульсии. Масло-вода, вода-масло и эмульсии смешанного типа. Масло-вода – это когда масло является дисперсной фазой, а вода – дисперсионной средой. Это легкие кремы и молочко. Вода-масло подходит для кремов жирного типа. И эмульсии смешанного типа – это когда представлены оба типа эмульсии – и масло-вода, и вода-масло в разных пропорциях. Производство товаров косметологии и косметики должно проходить обязательно в стерильных условиях, исключающих попадание болезнетворных бактерий и плесневых грибков. Наличие микроорганизмов и рост их в готовой среде к употреблению крайне нежелателен. Так, возможно, порча продукции и даже инфицирование потребителей. Кстати, с каждой выпущенной партии косметических средств, или, говорят, косметической массы и готовой продукции отбираются образцы, хранящиеся на протяжении всего заявленного срока годности конечного продукта. То есть, если у вас в баночке неоткрытое что-то завелось, то, скорее всего, оно же заведется и у производителя. Качество косметики. Больной вопрос важный. Что это такое, как его правильно понимать и как выбирать косметику качественную? Эксперты выделяют несколько важных критериев. Первое – это срок годности. Он должен быть от 6 месяцев до года, чтобы не использовались чрезмерные дозы консервантов. Второе – запах не должен быть сильным, натуральные компоненты имеют обычно умеренные ароматы, а вот синтетические могут быть сколь угодно угольными. Третье – это страна. Наиболее строгий контроль за косметикой – это Япония, Корея, США, Франция, Германия и Италия. Четвертое – это цена. Она практически не важна, потому что большая часть ее приходится на бренд, исследование, тестирование и упаковку. И как раз массовая продукция, выпускаемая миллионными тиражами, потому-то и дешевая, потому что пытаются донести до каждого человека. А дорогая выпускается меньшими партиями и ее цена размазывается на дорогие исследования. Хотя компоненты, конечно, могут быть чуточку сильнее и чуточку активнее. И пятое – это рекламная компания. Рекламная компания не должна быть навязчивой, нагнетающей и чересчур эмоциональной. Такие мифы о косметике, используемые в маркетинге их производителями, о которых все мы знаем прекрасно или сталкиваемся в рекламе, существуют. И хотелось бы их развенчать, чтобы не попадаться на рекламную уличку. Сложный вопрос, наверное, будет две части. Первая часть. Ну, есть как бы мифы, есть антимифы. Говорят, что косметика вредна, так забивает поры. Во-первых, не вся косметика забивает поры, а во-вторых, ее нужно смыть на ночь и на выходные. Желательно тоже, чтобы ваша кожа отдыхала. Дальше. Есть миф такой, что дорогая косметика лучше дешевая. Практически всегда это не так. Как я сказал уже, производство гигантскими партиями приводит к серьезному удешевлению. Третье. Говорят, что смешивание веществ косметических нежелательно. Допустим, те же кремов тональных. Но если вы используете одну и ту же фирму, средства в одной и той же компании, наоборот, это лучше. Это практикуется даже профессиональными косметологами. Четвертое. Это окрашивание волос якобы вредно. Как раз наоборот. Стремясь стать полезнее для потребителя, компании косметические обогащают свои творения витаминами и укрепляющими веществами. И пятое. Бороться с морщинами нужно сразу же после их появления. Нет. Старение женской кожи, как это ни было бы печально, начинается с 15 лет. И ухаживать нужно начинать примерно вот с этого возраста, чтобы поддерживать здоровье, а не бороться с заметными последствиями. Каковы особенности косметики для женщин и мужчин? Мужская кожа плотнее женской на 25%, обычно более пористая и жирная, но различия в гендерной косметике крайне незначительны. Первое. Очищающие средства для мужчин более жесткие, гели для умывания часто содержат эксполирующие частички, а тоники салициловую кислоту, понижающую жирность. Второе. Углажняющие средства, напротив, у мужчин более легкие и не липкие, плюс всегда ориентированные на мгновенное нанесение, без таких похлопываний и втираний, мужчины не любят себя поглаживать. Третье. Мужские средства, часто делают по формуле, все в одном. Шампунь, кондиционер, бальзам, гель для тела и волос, ну и как бы средства для автомойки. Шучу, конечно. Четвертое. Естественно, отличается косметика для бритья, причем производители признают, что женские бритвы долговечные, ведь дамам приходят справляться с значительно большими объемами и площадью, но пользоваться женскими приборами мужчинам очень неудобно, так специально рассчитаны углы этих приборов. Ну и пятое. Одна из особенностей женской и мужской косметики, это очень важно дать причину, почему мужчина может легально пользоваться косметикой. Как правило, это какая-то история, о том, как автор бренда помог своему сыну, брату, отцу в случае раздражения кожи или какой-то болезни, и этого оказывается достаточно, чтобы мужчины перестали стесняться и мужественно стали использовать продукцию вот такой вот хитроумной марки. Каковы особенности косметики для людей разного возраста, от детей до пожилых людей? Косметика, подходящая для молодой кожи, практически не окажет воздействия на зрелую, и наоборот. Если девушка прибегает или прибегнет к взрослым, средствам эффект будет значительным, но постоянно повышать градус не получится. Поэтому лучше не торопить события и работать в соответствии с возрастными диапазонами. Первый диплом обычно говорят 15-25 лет. Это минимальное использование косметики, возможны умывалки, губная помада, но без тональных кремов, если кожа здоровая и скрывать нечего. Второй возраст, 25-30 лет, это начальная стадия использования не декоративной косметики. Лучше не покупать тяжелые кремы, а остановиться на легких, питательных и увлажняющих. Удерживаете влагу в коже и защищаетесь от солнца. Третий период, 30-35 лет, знаменуется появлением первых гусиных лапок, это морщинки вокруг глаз. Добавляете кремы питательные, стимулирующие выработку новых клеток кожи и сдерживающие появление свежих морщин. 35-45 лет, нарушается упругость кожи, плывет овал лица, к сожалению. Желательны первые антивозрастные эксперименты, лифтинг эффект, регулярная омолаживающая сыворотка. 45-55 лет, это клеточные протезы сильно тормозятся, морщины углубляются, поэтому обязательны многоступенчатые программы с уходом за лицом, руками, шеей, изолной декольте. Как оценить эффективность использования косметики в конкретном случае? Ну, у женщин такие критерии. Нравится упаковка, поднимает настроение, улучшает внешний вид, вызывает зависть у женщин и привлекает внимание мужчин. Причем именно в такой очередности. У мужчин критерии другие, похожие, но и немножко иная очередность. Крутой вид упаковки, рекламировал кумир, не добавляет жирности, незаметно на теле и волосах, и наносится без церемоний, то есть на бегу. Как обучаться использованию косметики? Сейчас мы не говорим о том, как девочка в 19 лет пробует краситься перед зеркалом, тайком беря, мамину панаду, а более конструктивную, что ли, конструкцию. Мы в школу трабл-шутеров постоянно приглашаем специалистов, которые, как правило, по часу рассказывают зону своей специализации. Детские, подростковые, мужские, женские и взрослые препараты и процедуры для ежедневного использования и периодического применения. Нам, как трабл-шутерам, важно понимать пристрастие окружения, угадывать запахи, помнить внешний вид наиболее распространенных и редких марок. Нам приходится использовать матирующие салфетки, дезодоранты, патчины глаза, особые шампуни, которые протоконяют волосы от блеклости, выгорания и появления перхоти из-за недосыпания, нерегулярных приемов пищи, длительных перелетов и разницы в часовых поясах. Удручают то, что многие специалисты имеют конфронтирующие взгляды и сложно выстроить единую систему согласующихся каких-то идей. Поэтому приходится доверять щитью, читать книги, тестировать продукцию косметическую самому. Помогает возможность пробовать мылы, шампуни и крема гостиниц, ну и всякие массажи в спа. Тоже два хороших. Но опять же, тут есть нюанс. Я частенько привожу какие-то маленькие там пробнички из гостиниц супруги, но почти все нравится мне, не нравится ей. Видимо, действительно гендерные отличия сильные. Поэтому, наверное, нужно отдельно мужчинам, отдельно женщинам интересоваться какими-то хотя бы базовыми вещами в косметике. Косметика – это не только самостоятельное употребление, но и посещение косметолога, профессионального специалиста и косметических салонов. Кто эти люди, что они делают и как правильно выбирать их? Часто говорят, что парикмахер, косметолог, автомеханик и зубной врач – это все, что нужно современному горожанину. Хотя, конечно, потребуется приложить немало усилий, пока не найдете своих людей. Для косметологии или салона что важно? Первое – это наличие профильного образования и лицензии специалистов. Второе – это резюме врача и паркхолию клиники должны быть представлены на сайте. Третье – процедурные должны иметь антибактериальное покрытие. Четвертое – желателен аппарат, дезинфицирующий воздух. Пятое – неплохо увидеть сертификаты производителей препаратов. Еще предстоит вам ответить на ряд вопросов о себе. Есть ли аллергия на продукты, питание и лечебные вещества? Как вы переносите боль, относитесь к уколам и даже виду крови? И что из процедур вы уже делали? На что еще внимание желательно обратить? Первое – хранятся ли препараты в холодильнике и специализированный ли он? Второе – проверьте срок годности и не стесняйтесь рассматривать упаковки при специалистах. Обратите внимание, третье – одевает ли специалист шапочку и надевает ли ее на вас? Моет ли он руки по локоть перед тем, как одеть перчатки? Ну и пятое – обрабатывает ли он перед процедурами вашу кожу антисептиком? Каковы затраты времени и денег на использование косметики? Ну, хорошая косметика не бывает дешевой, точно так же, как и действующие процедуры. Это бизнес, нацелен на поиск лучших решений, продажу молодости, свежести по максимальной цене. А вот времени обычно требуется все меньше и меньше. Многие процедуры занимают по часу, в неделю, а если курсы и какие-то есть, они длятся не очень долго, один-два месяца, вот это несложно. Есть процедуры, которые, по рассказам, кажутся страшными, долгими и кровавыми, но на деле оказываются не такими уж травмирующими. Например, ваше лицо обезваливают какими-то препаратами, под кожу вводят конюлечку, это такую тоненькую трубочку, через которую впрыскивают активные действующие вещества, филеры или живительные смеси. Безусловно, остаются еще пластические процедуры с капельницами, грудными имплантами, нитями, вжимляемые под кожу, но я в них пока специально и сознательно разбираться не хотел бы. Каковы особенности косметики в разных странах, континентах и культурах? Ну, в Европе косметика сильна во Франции и в Италии, причем в Италии косметика, а, кстати, в Турции тоже охватывает мужское население. В Корее и Японии в продукцию косметологическую не кладут, наверное, только камни, хотя, конечно же, измельчают это тоже кладут. В Америке и Канаде строжайший контроль за препаратами и лицензированием сроком действия сертификатов. И там, кстати, требуется очень сильно отделять лечебную от профилактической косметологии, прям сильно отличаются они. В Китае царит жуткая смесь из народной медицины и сверхновейшего оборудования. А вот в наших территориях нередко допустимы полуграмотные медсестры, которые в условно ворованных халатах с легкостью безозрения совести предлагают клиенткам сэкономить, проводя процедуру на их рабочих местах, в женских туалетах и подъездах на квартирных домах. Потом, естественно, заметные отеки, остаются шрамики, вздувается кожа, пухнут губы, но телефон уже не отвечает, ведь сим-карта вложена в стоимость пакета гаражного лечения. Какие интересные кейсы в области косметики были в практике Олега Брагенского? У меня была коллега, которая пару раз рассказывала о том, что все ее подруги уже сделали себе грудь. Я, честно говоря, не сильно понимал, как бы в ее личной жизни было все хорошо. А однажды приходит и говорит, мол, отпустите на неделю, ложусь под нож хирурга. Ну, естественно, отпустил, не мое это дело. Вернулась через неделю, нет, через пару дней вернулась. Не могу сказать, что она как-то сильно изменилась, но лицом сияла как бы здорово. И через время объявила, что разводится с мужем, нашла мужчину, который ценит ее сильнее. Тогда я впервые задумался, что не только резкая смена прически выдает крутые виражи женской судьбы. Кстати, из нашей компании также угрозилась очень быстро, но дальше ее жизнь я уже не отслеживал, хотя помню, что она вот как бы начинала с мысли о подружках, а закончила коренной перекройкой своей судьбы. Вторая история произошла с моим коллегой, который начал пользоваться кремом для рук. Сначала с ним перестали здороваться, затем он стал странно одеваться, затем начал подводить брови, глаза и губы. На издевки он не отвечал, но через время сказал, что раз мужской коллектив его отверг, он себя ассоциирует с женщинами, они опрятнее, красивее, лучше пахнут, не зная, что ему это было с ориентацией, но слово свое он держал, в мужских беседах и развлечениях более не участвовал. Какие интересные тренды в области косметики наблюдаются сейчас по состоянию на начало 2020 года? Первое – это сложная графика лица, в том числе и для избегания и распознавания камерами слежения. Второе – обесцвеченные или практически отпустивающие, даже сейчас бывает сбритые брови, как будто бы, знаете, люди надели противогазы. Третье – это парящие стрелки между краем век и бровями. Ну, так себе. На губах либо блеск, либо такая жесткая черная готика. Ну и пятое – это такие особые иллюзии свечения кожи, когда, допустим, от помады зайчики идут вокруг. Странно очень. Какие главные рекомендации в области косметики прозвучат от Олега Брагинского для наших зрителей и слушателей? Первое – отдавайте предпочтение здоровью, а не маскировке. Второе – знайте тип собственной кожи и помните ее возраст. Третье – найдите косметологическую марку по душе. Четвертое – не перебарщивайте с объемами. И пятое – не выделяйте сверхмеры. Нужно что-то добавить под финал к этому выпуску, Олег. Ну, как мы все понимаем, косметика для нас, Евгением, такая немножко болезненная тема. Вроде бы мы не дамы, но с другой стороны, марки косметические все время подсказывают, что мужчины вот-вот будут пользоваться косметикой. Быть может, мы будем выглядеть старыми ретроградами через 4 года, когда выйдет наше видео, но мне кажется, что косметика для мужчин это может быть и важный элемент, но пускай это будет умеренно. А для женщин, ну, кажется, что самая лучшая косметика это незаметно. Не провоцируйте других и радуйте себя. Вот такие вот рекомендации во всем том, что касается косметики и ее использования в жизни и косметологии как опыт из знаний. Вот Олега Вородинского в подкасте Трабл Шутинг, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные, невозможные бизнес-задачи. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, загляните в другие выпуски подкаста и помните, что если вы смотрите этот выпуск, то их записано гораздо больше, поэтому свяжитесь со мной или Олегом и получите ваши персональные ссылки на просмотр роликов, которые до вас еще никто не видел. Косметика – это изобретение человечества, конечно же, оно решает задачи, но злоупотребление, как мы понимаем, к хорошему не переведет. И замечено, что чем более здоровый образ жизни вы ведете, тем вы лучше выглядите без использования разного рода средств. Дозируйте, решает вам. Удачи вам, до новых встреч. Спасибо и до встречи через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok